О давлении на Приднестровье, фазе спокойствия в переговорах и так называемом законе о сепаратизме. Специальный разговор к политологу Сергею Широкову в эфире Первого Приднестровского завтра вечером. Ну а сейчас несколько цитат. Нет переговоров, есть экономическая блокада, элементы давления. Вроде как бы Приднестровский конфликт находится в какой-то такой фазе спокойствия, назовем ее в кавычках. Вроде как бы ничего не происходит. И эксперты, и международные партнеры. Ну вот, наверное, что-то там у вас все хорошо. И как там, может быть, оно само собой разрешится, нужно подождать. Яблочко само упадет и там в ручки, например, с точки зрения Мадарской стороны. Несмотря на эту паузу затянувшуюся и отсутствие формата 5 плюс 2, работы формата 5 плюс 2 и вообще какого-то прогресса по концептуальным вещам, не решены базовые причины существования, возникновения Приднестровского конфликта. Поэтому мы можем выдержать любую паузу, мы можем все, что угодно говорить, какие-то там придумывать с формы давления. Но пока не решены, не ликвидированы базовые причины конфликта, почему возникло Приднестровье как ответ на агрессивную политику Молдовы, как ответ на агрессивный национализм, притеснение языка, культуры нашей, решение за нас, нашего выбора цивилизационного. Но пока эти вопросы не будут определены, то и будет существовать министровский конфликт. Я просто добавил, да, закон о сепаратизме, это уже в качестве шутки. После его принятия нужно было, наверное, молдавскому МИДу какую-то выпустить ноту в отношении сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Потому что в истории нового времени это первое, самое первое сепаратистское государство, самая сепаратистская нация. Это они же откололись от Британской империи, от Британской колонны, поэтому короны, поэтому... Еще и при помощи российской империи. Это вообще главный сепаратисты. Самое нехорошее, самое неприятное в этой всей истории, что буквально еще лет 10 назад нам, когда эта история потихонечку-потихонечку возникала, нам казалось это даже немножко смешно. Ну что это, да, как можно отказаться от собственной истории, как можно ее переписать, пересмотреть. Вот посмотрите, прошло 10 лет, уже штрафуют за ленточки, уже отрушают памятники, уже растет поколение людей и в Молдове, и в Приднестровье, которые воспринимают историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны уже по разной стороны баррикады. Понимаете, уже по-разному они уже занимаются, вот это самая страшная технология. То есть проникли, по сути, свои в сознание целого поколения. Раскол происходит тоже и по этой линии, в том числе между нашим поколением, нашей молодежи Приднестровской и Молдовской молодежи, это примерно одного возраста. И как этот раскол шить, склеить, я вот, честно говоря, не знаю.